В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Профессиональный праздник металлургов отметили в регионе. 11 карагандинцев не смогли вылететь за границу. В Карагандинской области закрыли три инновационных проекта. Тимиртаус широко отметил День металлургов. Основное гуляние прошло на центральном стадионе. Для горожан была представлена обширная культурная программа. Зрители увидели звезд казахстанской и российской эстрады. Металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей экономики Карагандинской области. И потому можно без преувеличения сказать, что вместе с металлургами Тимиртау, Балхаша и Жасказгана их профессиональный праздник отмечают все жители региона. Вот так необычно начался один из главных праздников в Тимиртау – День металлургов. Трибуны центрального стадиона начали заполняться еще задолго до начала мероприятия. В этом году организаторы подготовили обширную культурную программу с участием звезд казахстанской и российской эстрады. Своим творчеством порадовали зрители и многие тимиртауские коллективы. На одном дыхании зрители слушали песни в исполнении Жанны Хасеновой. С профессиональным праздником металлургов поздравил исполнительный директор компании «Арселор Митал Димиртау» Ио Хмелик. Организаторы праздника компании «Арселор Митал Димиртау» на День металлургов пригласили артистов из России. На стадионе «Металлург» выступил Александр Титов, а ныне известный как Саша Санта. Одним из главных сюрпризов стало выступление известной российской певицы Славы, чье имя зрители огласили хором. Выступление Славы в Тимиртау ждали многие и благодаря компании «Арселор Митал Димиртау» она впервые дала концерт и в нашем городе. По словам российской артистки, Тимиртау очень гостеприимный город. Поездка оставила массу положительных впечатлений. Меня очень приятно удивило, что у вас реально папы гуляют с детьми. Мамы все дома, папы с детишками, все маленькие масянчики с колясочками. Вот это очень приятно, классно. Ну вообще очень добродушные люди. Мы с каким-то еще там ребятами сфотографировались, они сразу пригласили нас на обед, другие ребят пригласили на чай. Короче, ну классно и такое огромное количество людей. Даже дождь никому не помешал вообще. Молодцы. В завершении мероприятия, как и было обещано организаторами, в небе на Тимиртау вспыхнули россыпи праздничного фейерверка. Акимобластиндру Мухаммед Абдибеков провел собрание актива Балхаша. На котором представил нового Акима этого города. По согласованию с администрацией президента республики Казахстана и с согласия депутатов городского Маслихата, на эту должность назначен Ардак Маратович Раимбеков. Ардак Маратович Раимбеков 1973 года рождения. Имеет два высших образования. В 1995 году окончил Карагандинский политехнический институт. А в 2001 году Карагандинский государственный университет. По квалификации инженер-строитель-технолог, экономист. Трудовую деятельность начал в 1995 году в ШСУ Караганда-Шахтопроходка. Работал на руководящих должностях в ТО «Емен» асфальтовый завод, АО «Алау-Трансгаз», ТО «Караганда-Алаугаз». На государственной службе с 2003 года. Работал главным специалистом-консультантом первого заместителя Акима Карагандинской области. С 2005 по 2012 годы был заместителем начальника управления охраны окружающей среды, затем начальником департамента экологии Карагандинской области. С августа 2012 года до назначения работал руководителем департамента экологии по городу Астане. Аким области Нурмухамбет Абдебеков подвел итоги работы города Балхаша, чтобы вновь назначенный городоначальник ознал, какое хозяйство он принимает. По итогам 2013 года, допустим, город Балхаш занял четвертое место по динамике развития внутри регионального рынка городов и районов Карагандинской области. Это очень хороший показатель. Учитывая то, что по итогам 2012 года город находился среди регионов на 12 месте. Вот видите, рывок был сделан. И по итогам первого квартала 2014 года город смог удержать этот заданный темп, занял третье место по области. То есть здесь заложенная основа, динамика развития, она достаточно обнадеживает. Сергей Высокозов, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. На недавнем активе города первый заместитель Акима области Астылбек Дюсебаев пришел к выводу, что город находится в весьма плачевном и запущенном состоянии. Отсутствует системный подход в работе городских служб. Во дворе дома номер 33 по улице Орбита 2 вот уже два месяца идут ремонтные работы. Кругом ямы, груда мусора, что вызывает опасность для здоровья детей. С просьбой разобраться в непростой ситуации жители дома обратились в редакцию нашего канала. Жителям дома номер 33 по улице Орбита 2 ремонт трубопроводов вызывает неудобства. Земля разрыта, везде трубы. Опасно ходить, не то что играть детям. Именно в период летних каникул они остались без места для игр. Если честно, то хорошей площадки для детей здесь нет. Детская площадка в этом дворе была построена более 10 лет тому назад. Все качели, горки уже давно устарели, обветшали. Родители хотят, чтобы для детей создали нормальные условия. Хотим, чтобы все приняли меры, чтобы мусорки убирались. А вообще, видишь, одна сплошная антисанитария. Нам негде играть. Пусть построят нормальный двор. По словам жителя дома номер 33 Кинжибая Асмаганбетова, они не раз обращались в разные инстанции с просьбой построить им детскую площадку. Но пока никто не спешит им на помощь. Во дворе нет никаких условий. Сейчас кругом ямы, детская площадка старая. Где нашим детям играть? Уже два месяца здесь такая картина. Когда уже закончат, мы не знаем. По словам специалистов теплотранзит Караганда, ремонтные работы во дворе дома номер 33 по улице Орбита 2 планируется закончить до 1 августа. Значен был ремонт. Но потом, в связи с тем, что появились объемы работ по проспекту Республики, мы перешли туда. Сейчас там заканчивается ремонт и на Орбиту 2 переходят. И до 1 августа уже там будем заканчивать вместе с благоустройством. Как выяснилось, это не единственная проблема жителей. В этом доме часто возникают неполадки с электричеством. Жильцы сетуют на полное неудобство для проживания. «Просьба, чтобы нашим детям, внукам, правнукам здесь отдыхать негде. Грязь. Площадка вообще нет. Никто за этой площадкой не смотрит. Все качели поломаны. Дети даже могут себе голову сломать. Вот так они качают эти железки. Бабушкам отдохнуть даже лавочек нормальных нет. Просьба, чтобы обратили на нас внимание, на наш двор». Временные неудобства во дворе дома, конечно, устранят. Но вот состояние детской площадки оставляет желать лучшего. Гульнур Жакенко, Эрат Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Крагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Торговая марка «Алюгалвин» представляет. Эконом-серия профиль «Галдек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. В здании уголовно-исполнительной инспекции Казбекбейского района состоялось совещание на тему профилактика совершений преступлений среди женщин. Для полного погружения в жизнь за решеткой условно осужденные просмотрели документальный фильм о жизни женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, как бы предупреждая, что и предстоит после совершения преступления. Внешне женские колонии отличаются от мужских. Они чище. Здесь нет так называемых воров в законе. На самом деле зоны, в которых содержатся женщины, намного страшнее мужских. Осужденные женщины агрессивнее мужчин, поэтому расправляются с непокорными, а не более жестокими. Администрация любой женской колонии сталкивается с такими проблемами и пытается с ними бороться. Осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, судом применяется отсрочка наказания до 5 лет, либо достижение ребенка 14 лет. Если женщина уклоняется от воспитания своего ребенка, ее приговором суда лишают материнских прав и направляют места лишения свободы. Цель мероприятия – профилактика совершения преступлений среди осужденных женщин. То есть, это такие профилактические мероприятия, чтобы женщины задумались, сделали вовремя должные выводы, встали на путь исправления в целях недопущения повторных преступлений, в целях воспитания детей, то есть, чтобы они дорожили свободой. Пока есть возможность справиться на свободе, такие мероприятия должны заставить задуматься женщин о своих дальнейших действиях. Алена Слонькова, Ужас Габасов, Бахтяр Испанов, Первый Карагандинский. 11 карагандинцев не смогли вылететь за границу. Карагандинские судебные исполнители призывают отпускников провериться на долги. Карагандинские судебные исполнители предупреждают злостных должников о том, что их отпуск может быть безнадежно испорчен, даже не начавшись. За последние четыре дня самолетов сняли 11 человек. Граждане, не заплатившие штрафы за превышение скорости и за налоговые нарушения, не перечислившие из ЦАМ проигранные в судах суммы, вынуждены были взять свои чемоданы и вернуться домой. Большинство из тех, кому не повезло, туристы. Люди собирались отдохнуть в России, Германии и Турции. Граждане приезжали в аэропорт, однако во время проверки документов выяснялось, что на них висят долги. Причем иногда суммы были совсем небольшими. Женщина-врач, направлявшаяся на учебу в Европу, потеряла свой авиабилет из-за 22 тысяч тенге. Позже, связавшись с судебными исполнителями, она пожаловалась, что прекрасно знала о долге, однако надеялась, что ее все-таки выпустят из страны. Но карагандинке не повезло. Пришлось ей оплатить долг и штраф, а затем покупать новый билет. Карагандинский департамент по исполнению судебных актов обращается к гражданам с просьбой оплатить все долги до отпуска. На сегодняшний день не смогут выехать из страны 17 106 должников. На заседании актива города первый заместитель Акима области Асылбек Дюсюбаев сетовал на то, что в Караганде на сегодня нет ни одного прорывного проекта. Мало того, в Карагандинской области закрыли три инновационных проекта. Завод «Казавиаспектр», открывшийся в ноябре 2011 года, так и не построил ни одного самолета на выделенные более полутора миллиардов тенге. Партнерство с казанской компанией успехом не увенчалось. Татарские коллеги потребовали полностью сменить руководство отечественного завода. В конечном итоге проект прикрыли, дабы не мучиться, несмотря на заверения предыдущего Акима области, о том, что первый аппарат будет собран к осени текущего года. Также заместитель Акима области Асылбек Дюсюбаев сообщил, что сам завод, возможно, будет перепрофилирован под какое-нибудь иное производство. Следующий нереализованный проект – это открытый в 2012 году на базе завода имени Пархоменко – производство крупного литья для грузовых железнодорожных вагонов. Камнем преткновения в этом деле является сертификация продукции в соседней России. Но подрядчики обошли эту проблему, наладив выпуск более мелких деталей. Провальным его можно считать, потому что бюджетные деньги в размере трех с лишним миллиардов тенге выделялись на совсем другое производство с другими целями. Предприятие «Айкенжол», которое должно было изготавливать металлогофрированные конструкции, на данный момент не функционирует. И более того, руководство не выходит на связь с Акиматом. Подрядчик признан недобросовестным участником госзакупок, а сам проект планируется исключить из карты индустриализации. 220 миллионов тенге пущены на ветер. В Караганде, в здании Карагандинского государственного технического университета, стартовал конкурс бизнес-идеи «Атамикен Стартап». Сам конкурс проводится в Караганде в третий раз. В нем участвуют более 100 человек от 18 до 30 лет. После открытия молодые люди смогли кратко представить свои идеи. На презентацию команде отводилась всего одна минута. При оценке работ учитывалось все, что соответствует успешной реализации бизнес-плана. Сегодня стартует конкурс «Атамикен Стартап». Конкурс направлен стимулировать среди молодых предпринимателей ведение бизнеса. В рамках этого конкурса молодые предприниматели могут от идеи до реализации своего проекта презентовать. Конкурс будет проходить три дня. По итогам данной работы мы в воскресенье подведем итоги. То есть выберем победителей данного конкурса. Конкурс организовывается фондом «Атамикен» при Национальной палате предпринимателей, при поддержке Акимат Каверинской области и Региональной палаты предпринимателей. На втором этапе конкурса участники работают над концепцией бизнес-плана. Команды, получившие большее количество условной валюты «Атамикен Тенге», получают шанс состязаться в финале. Мы считаем это неким признанием того, чем мы занимались на протяжении трех лет. На будущий год у нас есть определенные планы, и мы планируем делать собственные инвестиции в бизнес-проекты молодых предпринимателей. В итоге жюри выберет три лучшие бизнес-идеи. Для победителей конкурса предусмотрены денежные призы в размере 300, 200 и 100 тысяч тенге. А также все проекты будут переданы неформальному клубу бизнес-ангелов «Атамикен Энджелс» и государственным институтам развития. Дорога для реализации идеи будет открыта. Ануар Сидрахим, Айден Жакан, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. В воинскую часть 55-16, находящуюся в городе Тимиртау, прибыли молодые воины из двух регионов Казахстана. Призывники из Алматинской, а также Кустанайской областей будут проходить службу в нашем регионе. Более ста солдат, которые прошли курс молодого бойца, торжественно приняли клятву верной службе Родине, стойко перенеся все тяготы и лишения воинской службы, чтобы стать полноправными защитниками Отечества. Добросовестно выполнять свой воинский долг и счастью вернуться домой. Вам, офицеры, мужество, понимание, чуткого отношения к молодому в привычном пополнении. И, как у нас говорят, есть наша шанса, только у нас на тему. Спасибо. Клятва, принесенная народу, главе государства, своей стране и, конечно же, самому себе, является воинским ритуалом, уходящим своими корнями глубокую старину. Текст военной присяги в вооруженных силах Республики Казахстан был утвержден указом президента Республики Казахстан 25 августа 1992 года. В сегодняшний день в нашей части, в воинской части 55-16, теперь уже Национальной гвардии Республики Казахстан, знаменателем тем, что сегодня 19 июля молодые воины, прибывшие с двух регионов Казахстана, это Алматинская область и Кустанайская область, по 50 человек, в общей численности 105 человек, к нам прибыли для пополнения уволившихся в запас военнослужащих. Данный армейский ритуал служит для поднятия духа патриотизма солдат, а также обязывает служить Родине честно и достойно. Теперь бойцов ожидают 12-месячные военные обучения. Ануар Сидрахим, Нурсултан Исаев, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области выбрали лучших снайперов. 20 пар прияли участие в сложном многодневном состязании. Местом действия была выбрана войсковая часть в Спаске, в 30 километрах от Караганды. Снайперы должны были пройти 16 этапов, в которых выявлялись их выносливость, меткость, сообразительность и психологическая устойчивость. Для казахстанской стороны организация подобных состязаний – это смотр собственных сил и обмен опытом. Подготовке военных сегодня в Отечественной армии уделяется большое внимание, поскольку одна из главных задач, поставленных в стратегии развития страны, Казахстан-2050 – это безопасность как государства, так общества и его граждан. По результатам пяти дней состязаний выбрали лучших в международном и общем зачете. Среди казахстанских военных весь пьедестал почета заняли снайперы Спасской войсковой части Главного разведывательного управления. В международном зачете, где от каждой страны участника было представлено всего по одной команде, лидировала снайперская пара Тлектеса-Литвена и Тимура Кусаинова из все той же войсковой части ГРУ в Спаске. Вторыми стали китайские военные, третье место досталось стрелкам из британской армии. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Спасибо, что были с нами. Амансов Волгинстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова